Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Хотя эта профессия и состоит в прямом родстве со стоматологией, она выходит далеко за ее пределы. Челюстно-лицевая хирургия является одним из наиболее сложных стоматологических направлений. Кстати, впечатление, которое человек производит на окружающих, в немалой степени зависит от его лица, мимики и зубов. Сегодня у нас в студии, не побоюсь, наверное, этого слова, уникальный гость. Знакомьтесь, пожалуйста. Это Рубен Хачтриан, хирург, имплантолог, кандидат медицинских наук, действительно член Европейской ассоциации челюстно-лицевых хирургов. И на самом деле, вот настолько много различных регалий, званий, что, наверное, мы в процессе просто будем с ними и знакомить наших зрителей, и добавлять. Хорошо, Рубен Райкович? Хорошо. И сегодня у нас в студии Ренат Рахимов, врач-ортопед, имплантолог, кандидат медицинских наук. Здравствуйте. Добрый день. Тема очень сложная, как мне кажется, для восприятия и, конечно же, сложная для исполнения. Вот в некоторых странах челюстно-лицевая хирургия является разделом стоматологии, а в некоторых – медицины. Как определиться, что это все-таки такое? Ну, в первую очередь, позвольте поблагодарить за уникальную возможность участвовать в вашей передаче. Челюстно-лицевая хирургия в странах, развитых странах Запада Европы, она уже последние 10-15 лет является частью медицины. Но истоки ее идут, конечно, ко стоматологии. Преподают челюстно-лицевую хирургию на лечебном уже факультете. Раньше ее преподавали на стоматологическом. Кстати, у нас в стране еще осталась традиция, что челюстно-лицевыми хирургами становятся стоматологи. Во всех развитых странах челюстно-лицевыми хирургами становятся уже из лечебного факультета врачи общей практики. Я, конечно, считаю, что с одной стороны это правильно, с другой стороны наша система здравоохранения мне более близка. Потому что глубокое познание окклюзии, глубокое познание стоматологии, оно ведет к профессионализму и адекватным решениям в челюстно-лицевой хирургии. Наша система здравоохранения вам близка, вы сказали. Тем не менее, у вас есть чем сравнивать, поскольку вы работаете не только в России, но и за границей. Насколько мне известно, это бельгийская клиника, правильно? Да, бельгийская клиника Санта-Элизабета. Да, вам есть чем сравнивать, а вот вообще не знаю, насколько корректным будет это сравнение, но то, чем вы занимаетесь в России и то, чем вы занимаетесь в Бельгии. Это одно и то же, востребованность пациентов одна и та же или разная? Ну, системы подхода к пациентам, они немножечко разные. И это в основном идет от того, я считаю, что в Бельгии, как и в другой европейской стране, принято и большие обороты набрала страховая медицина. Пациенты, которые не вынуждены платить сами своего собственного кармана, коррегируя патологию в данном случае на лицевого скелета или какие-то другие деформации, они охотнее идут на оперативное вмешательство. Поток пациентов, которые я вижу в своей бельгийской клинике, очень трудно организовать здесь, в Российской Федерации, в рамках одного госпиталя или одной больницы. Соответственно, количество оперированных пациентов приводит уже к профессионализму и к знанию этой патологии со стороны челюстно-лицевого хирурга. Все связано одно с другим. Но я думаю, что в условиях Российской Федерации есть клиники, которые практикуют в данном случае ортогнотическую хирургию, про которую мы хотим поговорить. И сама служба, она довольно-таки сложна в организации. Раз мы хотим поговорить, так поговорить и надо. Что это за хирургия такая? Вы знаете, много очень пациентов и у нас в Российской Федерации, и по всему миру, которые или по врожденным каким-то причинам, или после становления и развития лицевого скелета, имеют выраженные деформации не только зубных рядов и зубов и их соотношения, а также костного скелета лица и неправильного расположения костей к основанию черепа, которая довольно-таки сильно деформирует лицевой скелет и внешность пациентов. Хирургия, которая призвана коррегировать все эти деформации и изменения лицевого скелета, называется ортогнотическая хирургия. Ортопрямой, гонотика — это челюсти. Ортогнотическая хирургия нашла довольно-таки большое распространение в европейских странах. Я практикую уже ортогнотическую хирургию более 20 лет. Темой моей кандидатской диссертации является именно ортогнотическая хирургия, функциональное лечение, как комбинированные операции лицевого черепа. Сама хирургия, операции, опыт хирурга, можно его приобрести в ведущих европейских странах, в принципе. Но не только это необходимо для того, чтобы свободно оперировать в Российской Федерации или в какой-либо другой стране. Нужна также организация самой службы челюстно-лицевой, ортогнотической и черепно-лицевой, что требует понимания и взаимодействия директоров и собственников клиники и неслабой инвестиций в эту область, что позволит профильным хирургам, которые переквалифицировались или сейчас работают за рубежом, как бы прийти и создать эту службу в рамках Самары, Самарской области или других субъектов Российской Федерации. А вот что должно случиться? Для чего пациенту должно потребоваться такое вмешательство? Что должно произойти? Ну, вы знаете, патология лицевого скелета, она бросается в глаза. Деформации лицевого черепа, они видны. Она бывает врожденной раз, да? Она может быть врожденной, может возникнуть в течение развития человека, становления лицевого скелета из-за очень-очень многих разных факторов. В эти факторы в основном входит нарушение носового дыхания, когда потенциальный пациент очень долгое время держит рот открытым, и в результате рост лицевого скелета из-за открытого рта полностью подвергается дисгармонии. Это большие размеры языка, то, что может быть врожденной патологией, привести к вторичным деформациям лицевого скелета, к большой, например, нижней челюсти. Это резко гипертрофированные миндалины и очень-очень много других подобных деформаций. Врожденное отсутствие одного или нескольких зубов. Героиня этого сюжета участвовать в съемках отказалась и попросила не называть ее имени. К своему новому лицу она еще только привыкает. До 12 лет врожденная патология у девушки никак не проявлялась, и только в 17 она обратилась к врачам. Требовалось исправить не только эстетику лица. У пациентки прогрессировало нарушение дыхания. Операции предшествовало сложное трехэтапное подготовительное лечение. Медики предупредили, на полную реабилитацию потребуется около года. Операция длилась 4 часа. Делаются искусственные, производятся искусственные переломы, скажем так, фрагментарные резекции подбородка, и подбородок уже передвигается на тот уровень, на который было рассчитано до операции. В операции по исправлению деформации верхней и нижней челюстей принимал участие челюстно-лицевой хирург бельгийской клиники Рубен Хачатрян. Лечение проводилось в рамках высокотехнологичной помощи. Это проходит совместно с клиниками медицинского университета, и спасибо большое нашим коллегам из Бельгии. Сейчас молодая девушка проходит курс после операционной реабилитации. Медики обещают, что через несколько месяцев ее лечение окончательно завершится. Последнее, что ей необходимо будет сделать, сменить фотографию в паспорте. Вот информационным поводом для нашей встречи послужила операция, которую не так давно вы провели вместе с своими самарскими коллегами здесь, в больнице Середавина. Это была 18-летняя девушка, у которой врожденная патология лица была. Приобретенная. Приобретенная в переходном возрасте. Ну, она, да, и была врожденная, старт был врожденный, и также в процессе как бы приплюсовались некоторые вторичные тоже деформации. Да, у нас есть просто несколько фотографий, мы сейчас попросим режиссера их показать. И вот расскажите, пожалуйста, что это было за операция, насколько мне известно, в Самаре таких операций не было сделано, или я ошибаюсь? Честно говоря, я думаю, что в Самаре такие операции проводились. Я могу что-то кратко добавить? Пожалуйста. Дело в том, что Рубен Райкович является также почетным профессором Парижской академии плантологии, где он преподает, и где нам, так сказать, посчастливилось с ним познакомиться. Дело в том, что не только в Самаре, а вообще в России практически невозможно найти специалистов, вот такой квалификации, опыта, уровня знаний. С гордостью могу сказать, что вот в Самаре Рубен Райкович уже три года старается делать счастливыми пациентов, проводя такие сложнейшие операции. Получилось сделать счастливой вот эту девушку? В период реабилитации еще долго, но я думаю, что получилось. А давайте объясним, что вообще было сделано. Что за операция была? Конечно, да, я это попытаюсь объяснить на бытовом уровне, чтобы как-то не очень сильно напугать. Чтобы мы поняли. Да. Оперативным доступом из полости рта, не оставляя никаких внешних разрезов и никаких внешних следов, были разрезаны деформированные челюсти, ну, путем хирургического ножа и при помощи хирургической пилы. Вместе с зубами. Вместе с зубами. Фрагменты челюстей были изменены, их позиции по отношению к основанию черепа и были зафиксированы, ну, именно к основанию черепа в правильном положении, что изменило полностью внешность данной пациентки. Поэтому первое, я вот позвонил коллегам, они сказали, что девушка уже проснулась, увидела свое новое лицо, оно ей понравилось и она счастлива. Вот это вот немножко страшно, а вдруг бы не понравилось. Бывает, что ей не нравится. Поэтому, когда до операции мы разговариваем с нашими пациентами, нужно немаловажное значение передается также психоэмоциональному статусу пациента, который идет на оперативное вмешательство. Не только обсуждается внешняя деформация, а также отношение данного пациента к оперативному вмешательству. И психологи тоже как бы разделяют несколько групп пациентов, которые могут быть подвержены или не могут быть подвержены операциям в пластической хирургии. Возможно сделать прекрасный нос, хорошую внешность, уши, веки, но есть такая группа пациентам, которые после операции это абсолютно не нравятся. Насколько бы красиво это не выглядело. Девушка у нас была адекватная, 18 лет, с развитым скелетом, с развитым интеллектом, довольно-таки симпатичная, но имела некоторые деформации, которые не гармонировали в зоне лицевого черепа. После того, как мы это все сделали, установили челюсти в положении центральной, так сказать, окклюзии, исправили прикус, исправили внешность. Я, как сам хирург, имеющий определенный опыт в этой специальности, ну, остался доволен. То есть красоту испортить не удалось? Красоту испортить не удалось. Помимо внешнего вида, основная тут еще, так сказать, причина была, что у девушки затронены некоторые жизненные функции, такие как элементарный прием пищи, пережевывание, дыхание, храп очень сильный. Как вы считаете, Ренат Мухтарович, в чем вообще вот значение того, что было сделано для самарской медицины? Ну, уникальная операция, которая, так сказать, ну, проводится, ну, вообще единичная операция, можно сказать. Вот, уникальность в том, что высочайшая квалификация, высочайший уровень знаний, ну, просто глобальность операции, она длилась 4,5 часа. Прошла успешно, слава Богу. А, Рубен Райкович, скажите, пожалуйста, а вот ортогнотическая хирургия, можно ее как-то сравнивать с пластической? Так вот, с дилетантской точки зрения. Пластическая хирургия – это хирургия в основном, ну, мягких тканей и также некоторая контурная пластика лицевого черепа, которая направлена на восстановление эстетических каких-то параметров. Ортогнотическая хирургия – это сочетание восстановления эстетических и, что немаловажно, функциональных параметров. Как отметил Ринат Мухтарович, девочка вместе со внешностью, она имела довольно-таки серьезную патологию. Эта патология называется абструктивная апноэ сна. Очень многие в разном возрасте пациенты страдают данной патологией. И один из редких типов лечения этой патологии, реальный тип лечения – это именно ортогнотическая хирургия. Когда производится перемещение челюстей и открываются дыхательные пути, люди освобождаются практически в любом возрасте от данной патологии, которая мешает спать, мешает нормально жить и существовать. В данном случае девушка не могла практически на спине спать, она задыхалась, у нее были приступы апноэ. Я думаю, что после всей этой операции, которую мы сделали, плюс восстановили всю подбородочную область, объем полости – это верхний дыхательный путь, она будет дышать намного-намного легче. Но это все-таки был исключительный случай. Насколько много таких пациентов, которым требуется ортогнотическая хирургия? Для меня это был случай не исключительный, это как бы каждодневная моя работа, потому что в Европе таких пациентов с так называемым синдромом птичьего лица, это недоразвитие средней и нижней трети лицевого черепа, я вижу очень часто. Бывают дни, когда мы делаем по 2-3 такие хирургические коррекции. Конечно, это довольно-таки сложно с хирургической точки зрения, потому что операция требует очень высоких и интеллектуальных, и даже физических затрат. И хирургическая служба должна быть организована идеально. В отдельно взятой больнице, где этим не занимаются или занимаются редко, организовываясь такого типа операции, но это нужно, конечно, готовиться за недели до этого. Была произведена первая хирургия на моделях, были изготовлены промежуточные и окончательные шины, которые фиксировали окклюзию и зубные ряды, было подготовлено большое количество материала, шурупы, пластины для остеосинтеза. Рядом были профессиональные самарские врачи за отделением челюстно-лицевой хирургии, врач высшей категории Ховрин Александр, который во всем помогал и содействовал данному оперативному вмешательству. И при помощи нашей команды и общих усилий удалось добиться, я думаю, что первого и не последнего успеха в данной специальности. Вы оба имплантологи. Насколько далеко находятся друг от друга вот эти области хирургии, имплантологии и ортогнатическая? Я бы сказал, что имплантология, она состоит, собственно, из двух этапов, хирургический и ортопедический. Я конкретно занимаюсь протезированием на имплантатах. А вот Урбей Нарайкович занимается именно хирургическим этапом. В данном случае термин имплантология в более широком аспекте, чем имплантология дентальная. Она касается также вот этой пациентки, которую мы прооперировали. Потому что остеатомированные, срезанные участки челюстей мы также в новом положении соединили при помощи имплантатов. Это также костные пластинки и шурупы, которые тоже во всем мире в медицине рассматриваются как внутрикостные имплантаты стабильной фиксации. И способ их установки, как-то общий принцип установки для дентальных имплантатов, для имплантатов внутрикостных, для имплантатов в ортогнатической хирургии, он имеет много схожего. Поэтому если... Насколько активно у нас в Самаре развивается это направление? Ортогнатическая хирургия? Я, честно говоря, вот это как бы наш первый шаг в развитии ортогнатической хирургии. Я вот имею некоторые данные, что в Самарской клинической больнице есть желание и дальше сотрудничать. И делать подобного типа оперативное вмешательство. Но это зависит, как я сказал в самом начале, от очень многих параметров, которые в данном случае еще находятся вне нашего желания. Это организация службы, инвестиции, которые нам позволят спокойно оперировать, без стресса. Это главное, наверное, особенно для пациента и для врача, впрочем, тоже. Природа не терпит пустоты, поэтому даже один выпавший или удаленный зуб вызывает перестройку всего зубного ряда. Это не только портит улыбку, но и приводит к нарушению функции челюстно-лицевого сустава. Если вовремя не заменить отсутствующие зубы, это приведет к расстройству работы организма в целом. Многие для себя сегодня решают дилемму – протезирование или имплантация. Сверху надо еще обтачивать хорошие зубы, удалять нерв. И, в общем-то, наверное, не намного дешевле будет. Вот зато несколько зубов, они будут уже испорчены. И уже, конечно, долговечности меньше как-нибудь останется. Дентальная имплантация представляет собой метод восстановления утраченных зубов, предусматривающий установку искусственного корня зуба в верхнюю или нижнюю челюсть. На сегодняшний день данный метод принято считать самым перспективным. Все будет сделано очень нежно, со вкусом и комфортно для вас. Согласитесь, нечасто пациент перед операцией может услышать такое от хирурга. Между тем, опытные имплантологи считают качество взаимодействия врача и пациента важнейшим условием успеха операции. Что же требуется от оперируемого? Требуется не слишком многого. Больше, я думаю, требуется от врача-стоматолога, который должен выяснить во время короткого контакта психоэмоциональный статус данного пациента, соответствующим образом подойти к этому пациенту, как бы войти в доверие, успокоить, и после этого уже как бы на хирургическом столе начать местную анестезию и установку дентального имплантата. Дентальный имплантант – это специальный стержень 3-5 мм в диаметре. Он изготавливается из титана, циркония, лейкосапфиров и различных видов керамики. Стержень хирургическим путем вживляется в челюсть, и на него надевается искусственный зуб. Приживается он от 3 до 6 месяцев. Сегодня имплантацией занимаются во многих российских клиниках. Почему же вокруг этого метода так много споров и сомнений? Стоматологи пробуют устанавливать дентальные имплантаты во рту пациента и сталкиваются с некоторыми осложнениями, ошибками и неудачами, потому что дентальная имплантология – это довольно-таки серьезная специальность, и формацию нужно получать в течение долгих лет под присмотром и руководством определенных структур. Установка имплантанта очень сложна и требует не только высокой квалификации, но и больших инвестиций в подготовку процесса и инструментарий. Это вторая составляющая успеха. Ну а третье – грамотно составленные рекомендации пациенту в послеоперационный период. Операция прошла очень удачно, у меня вообще не было ничего, ну вообще практически больно. Естественно, конечно, как и у каждого, наверное, больного, но немножко, конечно, больно, часа три-четыре немножко болели. Включение, как будто удалили два зуба коренных. А на второй день уже вообще все было прекрасно. Это я уже на второй день здесь уже опять разговариваю с вами. Современные ортопедические конструкции и импланты при правильном обращении и уходе очень долговечны. Они намного прочнее, удобнее и функциональнее традиционных зубных протезов. Сделанные из биосовместимых материалов, они хорошо переносятся тканями полости рта. Однако окончательное решение за или против имплантации принимает все-таки врач. А насколько активно развивается имплантология дентальная? Потому что все идет вперед очень быстро, быстрыми темпами. В этом плане я могу сказать, что современная имплантология вообще невозможна без имплантологии. Имплантология является вообще основным профилем для специалистов, которые идут в ногу со временем. В прошлое практически уходят съемные протезы, мастовидные протезы. То есть как единичные только какие-то конструкции. В основном возмещение дефектов зубных рядов желательно производить за счет имплантатов. Это самый физиологичный метод. Чего бы вам хотелось, чтобы появилось новое в вашей работе здесь конкретно, все-таки периодически вы в Самару приезжаете, оперируете. Чего бы вам хотелось, чтобы может быть какое-то новое оборудование было внедрено, новые технологии или в общем-то все у нас? Ну, я позволю себе отметить, что в Самару я приезжаю с завидной регулярностью. То есть это носит не периодический, а постоянный характер. У нас идет активная работа на постоянной основе. Что бы я хотел, чтобы было бы больше? Вот именно в области ортогнатической хирургии, потому что я вас уверяю, что огромное количество пациентов страдают деформациями лицевого скелета. Мы иногда видим пациентов, у которых при кусок людя даже один зуб на другой не попадает. Какие деформации имеют такой выраженной степень тяжести. Ну, очень часто у этих пациентов не бывает соответствующих финансов, не бывает соответствующей возможности, информированности, мотивации для того, чтобы это все исправлять. В некоторых, как бы, я не знаю, в некоторых обществах отсутствие подбородка или маленький подбородок еще до сих пор считается эталоном красоты, что несколько не соответствует нынешним европейским параметрам. Я бы, честно говоря, хотел бы, чтобы служба ортогнатической хирургии, это очень красивая операция и довольно-таки большие возможности, стабильно бы работала в Самаре. Для этого нужны некоторые усилия, но я не считаю, что это не невозможно. Доктора, с которыми вы сотрудничаете здесь, квалификация позволяет проводить такие операции? Доктора, с которыми я сотрудничаю, творят чудеса просто. Мы стараемся тоже совершенствоваться. Ну, Аринат Мухтарович, может быть, не педагогично в присутствии Рубена Арайковича, но тем не менее, вот его работа здесь, его визиты. Вот этот опыт, вы же каким-то образом берете себе на вооружение? Ну, вот работая три года уже с Рубеном Арайковичем, ну, конечно, сказать, что мы счастливы, это не сказать ничего, потому что кардинально изменилась наша работа. Конечно, потому что европейский опыт, европейские инновации, все, так сказать, мы уже стараемся с ним идти, как говорится, ну, в одном ключе, в одну ногу. Ну, не жалейте, пожалуйста, опыта, привозите к нам, потому что, на самом деле, это очень важно. С вашим удовольствием. Спасибо огромное за то, что вы, я знаю, просто вырвались вот в таком напряженном рабочем графике к нам сюда, в студию, и надеюсь, что в будущем еще сможем встречаться с вами в этой студии, и что-нибудь новое обязательно нам расскажете. Да, вам спасибо. Спасибо, удачи в работе, будьте здоровы. Спасибо.